Мьюзик Гуру, большое спасибо за донат, мое почтение. Просто на запись написано в донате. Самое грустное, что мне просто тупо нравится, мне нечего сказать, мне все меньше и меньше остается говорить про треки, которые Мьюзик Гуру донатит. Как всегда заебись, ну типа прогровок клем, класс, ходы, но с одной стороны они в чем-то те же самые, с другой стороны, ну а я типа так и хотел бы, клево, мне нравятся, мне нравятся эти органы, нравятся эти, типа, сбивки странноватые постоянные, звучание. Клавишный орган, там, типа, переходы между этим своим гармонией, лбануты. Заурядный, хороший прок. Еще какой-то язык тоже. Мне кажется, это шведский. Да, музыка это свет. Но это, конечно, пафосно. Как хвала самим себе. Это как, вот, типа, как прок-рокеры хвалят собственный жанр, там, или, не знаю, ну, как-то самих себя восхваляют. Музыка это свет. Как это делают рэперы. Йоу-йоу! Я так читаю, моё флоу-то пау-пау, твоё флоу-то пиу-пиу. У меня член длиннее, чем твой, машина дороже, и все лучше, чем у тебя. Ты лох. Обычные рок-музыканты, типа... Ну, типа, I love rock'n'roll, I want a rock, там, вот что-то такое обычно. Ну, типа, меня прикалывает, когда в жанре, ну, типа, в некоторых жанрах есть песни, которые просто тупо, по сути, воспевают этот жанр, и всё. Или эту культуру. Как в рэпе есть песни про рэп и про хип-хоп. А в шансоне есть песни, типа, русский шансон, процветай и живи. Рядом с тобой всегда пацаны. В прок-роке это музыка, это свет. Ну, это всегда прекрасно. Субтитры создавал DimaTorzok Как будто Донат и Мюзик Гуру нужны, знаете, вот как у Фреда, есть вот это вот, очиститься тестаментом? Вот перед тем, как разбирать трек под названием «Понос» и «Артём Полукруг» и группа «Ботва», нужно вспомнить, какая музыка вообще просто существует в мире для начала. Вообще, насколько далеко заходят, типа, иногда музыканты? Как им не лень заморачиваться, и как это было ещё 50 лет назад. Потому что в основном такая музыка древнющая вообще вся. Это может быть и правда 15-й, да? Ну, типа, стилистика у них. Я бы не сказал, что звучание, но я бы сказал, что стиль. А хотя не, он обязан на 73-й год. Да, ТАСС. Поставание. Они чуть-чуть по-другому звучат, чем в среднем прок. То есть те же самые инструменты, но у них немного по-другому уложен вокал, по-другому бас сделан немножко. Да и барабаны такие далеко довольно в миксе и глуховатые. То есть на них нет такого акцента, как у тех же Genesis или ещё где-то. То есть здесь всё то же самое, но здесь, по сути, немного даже другой характер общего звучания. По форме стандартный прок абсолютно. Ну, это первый их альбом, первый трек, 75-й год. Сейчас я нагуглил. На самом деле, вот на этом контрасте реально особенно кайфово. Просто вот. Слушаешь такое, даже... Понимаешь, что типа даже ещё мне топать далеко. А потом на контрасте просто шаман. Жопа после такой музыки, с обычной плохой музыки, жопа горит сильнее гораздо. В этом кайф. Это как... Не знаю. Как баня перед ледяным бассейном. Как отдохнуть в джакузи для того, чтобы расслабиться, а потом, не знаю, какую-нибудь жопу устроить полную. Больше эмоций испытать. Ну, у меня, кстати, походу, начинает реально проходить вот эта тема, что у меня... Когда просто слушаешь прок, он тебе мозг грузить начинает слишком сильно. У тебя от того, что слишком много всего меняется и происходит в музыке, немного, типа, плавится башка от этого. Но, короче... И особенно ещё в этом проблема, если ты, допустим, пытаешься погружаться, типа, поинтересоваться прог-роком, но с нулевой ты натыкаешься не сразу на вот такие, допустим, просто хороший стандартный прог-трек, типа, да? А, скажем, натыкаешься на... Ну, что-то на любителя, типа, тех же Rush или Pink Floyd. То есть, ну, типа, я врубал, допустим, такой, блин, нет, что-то прог-рок какая-то душняя. И всё, и в итоге ты даже не погружался. А оказалось, что, типа, есть вот такие трючки, которые они и изначально, просто их более приятно слушать, даже если они нагружают тебе башку. А сейчас уже вообще у меня, ну, типа, наоборот, максимально на расслабоне слушаешь такое музло. То есть, ты примерно привык к каким-то ключевым штукам, и ты вот их ожидаешь. И в итоге вот это вот очень странно в голове срабатывает. То есть, ты ожидаешь неожиданности всё время, и из-за этого расслабляешься, как будто хз, очень странно такая. Я пытаюсь это просто проанализировать у себя в голове вообще, как это происходит. Но суть в том, что напрягать мне башку после вот уже какого-то времени частого прослушивания по чуть-чуть, оно перестаёт, и это чётко. Сейчас как-то не общается. Спасибо большое за донат, моё почтение. Но единственное, что жалко, что особо нечего сказать. Тут немножко... Ну, это тоже в стиле 70-х, но немного другое сведение, чем... Вот по какой-то мелкой ерунде во другое сведение, чем в среднем в этом жанре. Спасибо большое за донат, моё почтение. Да, дзен, походу, всё уже познан. Единственное, что просто... Кроме нюансов сведения, нечего сказать про трек. Просто хороший обычный трек. Я познал дзен, типа... Спасибо. Спасибо.